Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Паназюк и я по-прежнему нахожусь на полностью необитаемом острове с элементами рыбалки, подводной охоты и бушкрафта. Ну и, конечно же, испытываю себя в условиях выживания. Но в этот раз я решил себе поставить дополнительный челлендж, а именно постараться продержаться на этом острове до тех пор, пока мой канал не наберет 1 миллион подписчиков. Получится у меня это или нет, смотрите в этой серии. И это одиннадцатый день на необитаемом острове. Так, друзья, приветик. Хотел заснять все, как есть, одним кадром. К примеру, сейчас у меня возникла идея покушать. Не идея, а потребность покушать. И возникла идея попытаться поймать акулу. В чем суть? Я... Вы знаете мое отношение. То есть, по возможности, если есть еда, акул нужно отпускать. Есть виды акул, которых нельзя кушать вообще, запрещено ловить. Рифовую акулу здесь ловят и едят местные жители. Мне же ее жалко. Я не один раз ловил акулу, но я ее выпускал. Плюс ту акулу, которую я ловил, она была большая. А зачем мне большая, если я от силы съем там полтора килограмма за день, а потом все спортится. То есть, выбросить просто 10 килограмм мяса от жадности, это чуть-чуть не в моем стиле. Но я вот заметил, что возле берега плавают как раз небольшие акулки. Поскольку мне нужна еда, мне кажется, это возможность, возможность ее поймать. Если уже вопрос стал тем, чтобы поймать акулу и приготовить, то нужно поймать ровно столько, сколько я смогу съесть. Не нужна мне большая акула, чтобы красиво в кадре была. Пусть она растет и дает потомство. Маленькую, если получится, заберу, как раз ее съем. Этого мне будет достаточно, чтобы загреть свои потребности на день. Ну и тем самым, как-то вот так. Это я, наверное, себе какое-то моральное оправдание нашел. В общем, с чего начнем? Я увидел, что плавают здесь лимфовые акулы. Вон, буду прямо вот так вот с вами вещать. Я решил попробовать поймать эту акулу с помощью рыболовной рогатки. Как-то вот так она выглядит. Только я не знаю, как... Как-то вот так открыть нужно ее, чтобы леску достать. Та-да! Открылась. Я, так понимаю, вот эту штучку, лесочку нужно в отверстие сюда продеть. Все, и катушку закрываем. Она дешевая, китайская. Ну, какая есть, и то хорошо. Даже фрикцион есть. Дротик выглядит у меня вот так вот. Кстати, обратите внимание на мои руки, друзья. Как вы поняли, я здесь уже давненько. Нет, я добывал огонь методом трения, поэтому руки в мозоли до крови вот так вот. Нужно привязать этот дротик. Мне нужно поймать акулку, приготовить ее, покушать. В общем, друзья, этот сезон выживания на новом необитаемом острове, один из лучших на моем канале. Это я прям смело говорю. Я на самом деле в восторге от того, что мне получилось здесь отснять, что получилось поймать. Так, дротик привязал. Рогатка моя самодельная, с куска бамбука сделал, смотрите. Я до сих пор горжусь этой рогаткой. Так, готово. Оп, в какой руке. Я уже забыл, давно-давно я охотился на эту рыболовную рогатку. Пока что ловил только мелочь, но хотелось бы поймать что-то и побольше, покрупнее. В общем, цепляется дротик за рогатку, вот так вот. Натягивается и стреляется. Только самое главное не забыть открыть катушку, потому что уже не один дротик так у меня улетел с концами. А также, благодаря вашим лайкам, я получал дополнительные миссии. Большинство из которых мне уже удалось выполнить. Мне удалось поймать барракуду. Также я поймал и приготовил ската. С помощью примитивной закидушки я поймал акулу. Хоть и небольшую, но все же мне это удалось. С помощью спиннинга я поймал настоящего морского монстра и приготовил его на костре. В общем, чем больше лайков вы ставили под видео, тем интереснее и сложнее была дополнительная миссия. Но у меня по-прежнему осталась еще одна. Поймать добычу с помощью ловушек. О, вижу, 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 друзья, вижу. И бегу туда. Смотрите. Видно вам? Она плывет в ту сторону. Снимает? Ну, вроде снимает. Акуленок такой. Акуленок. Ну, как раз нормально. Вот как раз я съем, и это будет моя порция. Потому что большую тоже очень жалко. Красивое такое существо, как динозавр. Так. Все, я пошел, друзья. Пожелайте мне удачи. Блин, какая же она быстрая, слушайте. Смотрите, друзья, лайфхак. Показываю. Вот так вот нужно сделать рукой. Акула на этот звук плывет сама. Она думает, что под водой раненая рыбка. И на этот звук приплывает обычно. Ничего, ничего. Я не теряю надежду. Я знаю, что она сейчас и в нем. А если не она, то другая, вторая. Хочу поймать с помощью рыболовной рогатки. Гавайкой пытался. Но я прям бросал, как копье. Прям я почти попал. Почти попал, но почти не считается. Она чуть-чуть держит, знаете, капельку дистанцию держит. И этого как раз не хватает, чтобы попасть. А я думаю, что, используя рыболовную рогатку, у меня будет больше шансов поймать. Ну что, есть? Вам не видно? Смотрите, сразу приплыла на шум. Сразу приплыла на шум. Блин. Очень рядышком было. Очень было рядышком, друзья. Не попал. Не попал. Ой, очень рядом было. Ничего. Ничего. Ничего еще будет. Значит, это не та акулка, которую я должен был поймать. Или же вообще не судьба. Блин, здесь так красиво. Но уже за это время, что я здесь нахожусь, очень круто. Очень продуктивно. Я прям доволен. Прям доволен. Хотя сначала подрастроился. Друзья, вы все смотрите. Если вам не сложно, жмите пальчиком вверх. Потому что вы знаете, что у меня на канале всего много разного. Я экспериментирую. Я люблю... Знаете, я люблю снимать то, что я люблю. Вот я люблю рыбалку. Я снимаю про рыбалку. Люблю охоту какую-то. Снимаю про это. Пытаюсь научиться, как разводить огонь без... Ах, рыбка. Разводить огонь без спичек, без зажигалки. Даже без огнива. Научился. И бушкрафты у меня. И просто кулинария. Обожаю готовить кушать. Я люблю очень готовить кушать. А тем более, люблю готовить то, что лично я сам поймал. Поэтому у меня есть элементы кулинарии. Чисто кулинарные блюда. Даже вместе с профессиональным поваром. Эдик, приветик тебе. Так вот. В общем, много всего разного. Но, если вам вот именно нравится выживание. Формат выживания. Потому что это, на мой взгляд, это мой любимый формат. Потому что я об этом мечтал с детства. И если вам тоже нравится выживание на необитаемых островах. Поддержите это видео. Так и напишите. Жека, я обожаю, когда ты выживаешь на необитаемом острове. Есть. И для меня это мотивация. Я вижу ваши пальцы вверх. Я понимаю, что вам это на самом деле нравится. А для меня это, ну что может быть приятнее, чем то, когда твой тут ценят зрители. Вот. А не, не, не. Блин, боже. Это барракуда, как я не знаю кто. Мелочь какая-то. Нужно делать вмешательство. Потому что рыбка не хочет подплывать. Так. Посмотрим. И сейчас, если акулка не подплывет снова, они периодически подбывают. Особенно, когда я их вот так, монок такой делаю по воде. Они реагируют на это, подплывают. И вот как раз вот сейчас, в это время, там ближе к вечеру, перед тем, как солнце заходит, опускается за горизонт, они вот активнее ведут себя. Но почему, почему нет? Не знаю. Вы посматриваете, посматриваете тоже. Может заметите. А я знаете, что сделаю? Я решил, что я сейчас, наверное, поставлю, поставлю вот так вот камеру. Пока акулок нет. Ну, вроде акулки не видно. Я это складываю вот здесь аккуратненько, ненадолго. Пока я здесь, на необитаемом острове, каждый день борюсь за выживание. И я осознаю, как важно уметь быстро принимать правильные решения в непростых условиях. Точно так же, как в трейдинге. К примеру, стремительный рост биткоина, который многие заметили только сейчас. Он показывает, как вовремя увидеть потенциал и быстро принять решение. Трейдинг это не просто покупка и продажа крипты. Это настоящая профессия, требующая серьезных знаний. Хочу порекомендовать вам бесплатный курс от школы трейдинга Криптологи, с основателями которой я знаком лично. Они обучают трейдингу и их курс ведут топовые практикующие трейдеры. А отзывы и результаты учеников это что? Правильно, это лучшее доказательство качества обучения. А можно я спочатку сам спробую, а если не вийде, то піду-під навчусь? Ні. Але ж в трейдингу так можно. Можна спочатку спробувати безкоштовный курс от Криптологи та отримати знания. Бо на одній самовпевненості будешь постійно зливати. Посилання піді мною. Криптологи. Ми поважаємо впевненість, а ринок – знания. Безкоштовно. Друз'я, приходите по ссылці в описі. Уже давним-давно пора начати свій путь в мире крипты. А то будете, як мій дедучка. А децца ти працюєш? В яких таких інтернетах? Ну, ви поняли. Що я хотів? А, ладно, пошли. Тот, хто не рыбак, він такий, не поняв, що це за риба була. В общем, вот эти остатки я проверю, уже сегодня проверю. Привлекали внимание акул. Так вот, эти остатки привлекали внимание акул. Я хочу, я хочу взять вот эту ловушку. Вот эта ловушка мне нравится. Положить наживку сюда вовнутрь. И поставить в коралловом рифе. Ну, конечно же, конечно же, вместе с камерой, чтобы поснимало, посмотрели, что там плавает, кто будет интересоваться этой добычей, этой приманкой. В любом случае, я думаю, что что-то красивое, да, попадет в кадр. Ну, блин, если это, обычно, вот эта наживка срабатывает. Странно, что она сейчас не сработала. Так что, у вас время есть свободное, да? Ну, погуляйте со мной, если. Смотрите, смотрите, вот так вот по воде, вот это светлое место. Может быть, акулки подплывут. Многие из вас очень просили меня сделать длинную серию. И поменьше вырезать деталей. Так вот, сегодня я решил сделать серию в таком формате. Чтобы вы максимально погрузились вместе со мной в эту атмосферу. Теперь, теперь поплыву. Поныряю. Может, удалось что-то поймать. Блин, с акулками, конечно, подстава. Я что-то думал, акулу поймаю сейчас. А, как же рука болит. Это просто, словами не передать. Соль попадает туда, и это, блин, больно. Он прям очень больно. Так, чтобы плыть было легче, я ловушкой с наживкой внутри обратно сложу, вернее. Оп, закрываю. Все, готово. Перчатки нужно взять. Не знаю, как я их натяну на эти руки. Больно очень сильно. Камеру обязательно. Ласты, маска и трубка. Оп. Я думаю, по мне видно, друзья, да, что я здесь уже давненько весь искусан. Видно вам или нет? Короче, весь искусан, весь поцарапан. Руки стерты. Просто капец. Это еще одно доказательство того, что все нормально у меня по приключениям на этом острове. Как вам тапки мои? Пойдет? Это такой, знаете, сигнал, что все на острове шло не по плану. Но, тем не менее, умеем выкручиваться с ситуацией. И все хорошо. Так, я хочу поплыть где-то вон туда, в ту сторону, где рыболовная лодочка. Ну, она просто очень-очень далеко. Мне туда не нужно. Я где-то вот сюда доплыву и там установлю ловушку. Я очень быстро, потому что потом еще нужно будет, после ловушки, нужно будет пойти половить рыбу на спиннинг. Так, блин, друзья, очень важно, очень важно, во время длительных ваших приключений, не знаю, есть ли здесь такие авантюристы, как я, это первое. Берегите свои ноги и руки, потому что соленая вода, рыба, все это попадает, и это, блин, очень больно, это очень проблематично. Это все нужно беречь. Это раз. И второе правило, вот прям правило Панасюка, для любителей заниматься выживанием и всяким таким карт-кором, правило от Панасюка, всегда, всегда ходите с длинным рукавом и штанами. Кофта, длинный рукав и штаны, всегда, днем, ночью, в воде, под водой, над водой, всегда. Вот как я сейчас делаю, не нужно. Во-первых, Сэнд Флайс, песчаная мушка, обкусывает ноги в хлам просто, больно чешется, заживает долго. В воде коралловый риф жалит, подкрываешься весь волдырями. И третье, это палящее солнце, обжигает, и потом сидишь по дереву, ничего сделать не можешь. Поэтому правило номер один, всегда, в штанах и в кофте, всегда. Это сейчас я для кадра выделываюсь и лезу в шортах. Обычно там я какой-то костюм одеваю, потому что коралловый риф, он ядовитый. В общем, суть вы поняли. А еще эта балалайка перебивает меня. Ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой, по-живому прям, блин. Но руки нужно защитить, потому что если в идеале нужно все. Буй для безопасности, нож на ноге, все это должно быть всегда с тобой, когда ты погружаешься под воду. В моем случае, я сейчас по-быстрому туда и назад, все равно, это не исключение из правил, ну, я типа по-быстрому взял перчатки, чтобы мог хотя бы за какой-то коралловый риф прихватиться рукой. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Во-первых, отлив. Очень сильный отлив, иногда чуть пузом не чесал по камням. Во-вторых, я думаю, вы его видите, да? Бурляк какой образовался, это поток течения. Ух, меня подхватывало и начало вытягивать. Поэтому я говорю, что всегда должен быть буй. Нужно всегда соблюдать правила безопасности. Спешил к вам, запыхался немного. Что хотел сказать? Вода чистая, красивая. Здесь, где песок мутный, а там дальше, где коралловый риф, очень красиво. Посмотрите, я думаю, вам понравится. Я надеюсь, что не зря я плавал, чтобы установить эту ловушку. Надеюсь, смогу через камеру показать вам немного подводного мира. Очень удивительная красота там. Вот, как я сказал. Дайте угадаю. Пока я плавал по берегу, не по берегу, а вот здесь плавала акула. Было такое? Было? Закон подлости, он же всегда так. Ну, нет. Нет и нет, как говорится, знаете. Значит, нет так нет. Вот так вот. Вот так. Ну, ладно. Нужно штаны вот взять с собой, надеть, потому что там на рыбалке просто вы не представляете, какой дурдом. Синфлайс, эти песчаные мушки, они жизни не дают просто. Просто не дают жизни. Поэтому, поэтому, поэтому нужны штаны. Фух. Блин. Знаю, что пенчатку лучше не снимать, потому что будет еще хуже. Попью, потому что пить уже хочу ужасно. тянется уже очень слабо. Нерезноватая вода осталась. Фильтр забивается очень быстро, поэтому, поэтому уже плохо тянется. Надеюсь, что скоро снова пойдет дождик и наберет. за минут 15-20, полтора литра дождь набирает непресной воды. Я это показывал во время дождя, засекал, приблизительно смотрел, показывал на камеру, так что не пропускайте. Что-то висит на дереве, да, такое? с загавайкой там позади. Думал я, что будет у меня вдохновение сварить уху, дюшку, но вдохновение не пришло. Вот так вот поднесу уху. Угадайте, что внутри? Пишите в комменты, вот прямо сейчас, что внутри? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не написали? А зря. Та-дан! Вот такая вот красота. Ммм. Очень вкусно, но нет времени. Очень важно хорошо завязывать пакет, потому что здесь муравьи, а также лесные тараканы, и они попадают везде, их просто остановить очень сложно. Очень сложно. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мои штаны сушатся после рыбалки, потому что волной накрыло, здесь у меня есть комочки сухой травы, вот там тоже, потому что сезон дождей все-таки, в любой момент может начаться дождь, а мне еще как-то разводить костер нужно будет, поэтому я про это думаю сразу наперед, чтобы потом не было сюрпризов, что я поймаю добычу, а из-за дождя не смогу ее приготовить. Я напоминаю, друзья, что чем больше активность на моем канале, чем больше лайков под видео, тем сложнее и интереснее будет дополнительная миссия в следующей серии. А спиннинг, а рюкзак. Штаны надел, это самое важное, прям самое. Съедают, просто съедают и москиты, и эти песчаные мошки. У меня уже фобия на них. Сейчас, если батареи хватит, я покажу вам виды, это просто пушка. В спиннинге есть самое главное, камера есть, приманки в рюкзаке, и вы вместе со мной, да? Я знаю, что звук неприятный. Знаете, как вам звонит друг по телефону и что-то ест? Ну, я тоже ем всегда в кадре, но мне так нужно. Суть не в этом. Суть в том, что какая-то упаковка, шелест в ухо прям так. Олежка Котюба, привет! Это камень в твой огород, потому что люблю я Олежку, это мой кумчик. Город Черкассы, Олег Котюба, привет! Но, когда мы созваниваемся, и он начинает какой-то этикеткой шелестеть мне в ухо через телеграмм, это просто... Вот так вот только что было и со штативом. Так, нам наверх туда. Вам понравится. Если... Блин, главное, чтобы камера, знаете, как обычно, батарея не вовремя садится, не перегрейся камера. Я хочу показать, показать зрителям, какая же красота там сверху. Фух! Посмотрите сюда, сюда посмотрите. Посмотрите на эти просторы. На вот эти виды, на меня чуть-чуть посмотрите. Где-то здесь огромный орел летает. Вот это бы вам его показать, он просто нереально большой. Вау! 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 Течение какое выразительное, друзья! Это идеальное течение для того, чтобы ловить. Я прям, слушайте, я аж ускорюсь. Потому что, если честно, я уже опаздываю. В общем, смотрите, сюда. 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 Вот если смотрят рыбаки, скажите, что, ну вот прям вот вам неохота здесь где-то вот там половить, вот там. Или вот здесь половить. Или вот здесь, и вон туда в течение кинуть, да? И вот моя бухта. Блин, как же здесь красиво! Как же здесь красиво! Есть! Блин, ну, друзья, ну как можно не радоваться каждому моменту нахождения на этом острове? Дикая природа, стихия, свежий воздух. Хорошее настроение, что самое важное. А, еще скажу, что в тапочках не нужно лазить по скалам. Я использую специальную обувь, у меня была. Ну, есть. Короче, это... Щекомычка. Это специальная обувь для рыбалки, для кораллов. Обувь четкая, по всем параметрам. Вот прям я очень доволен. Но, момент в том, что размер взял в притык. Я знаю этот момент, что нужно брать чуть-чуть свободней. И вроде бы взял в свободней. Но, когда приехал на остров, обулся. И такой, типа, блин, ну что в притык? Ну, я знал, что если в притык, то будет натирать. В общем, палец очень сильно натирает. Натерло так, что я ходить не мог. Поэтому нужно не доводить до этого момента. Так, друзья, дальше я вас не поведу, потому что там волнами бьет иногда. И может смыть вас. Рюкзак с приманками. Тоже сниму. Зачем он будет болтаться на спине? Использовать буду уже проверенную приманку. Вот такая вот розовая. Это свимбейт, медленно тонущий. Уже он себя показал. Мне пожелайте удачи. Наслаждайтесь этой природой. Просто послушайте звук океана. Иногда периодически его буду перебивать я своей кортавой речью. Я пошел. Приманка весом 80 грамм. Грамм, наверное, 400-300. И катушка около килограмма. Такой себе боевой комплект. За одну рыбалку вот таких вот упражнений недостаточно сильно устанешь. Очень сильное течение. Бросил где-то на 2 часа. Туда. Обмыло уже в левую сторону. Вот такой вот твичинг. Делается не за счет кисти, не за счет удилища. А за счет оборота тела. Риманка тяжелая, упористая. Большое течение, сильные волны. Сопротивление очень большое. Шнур толстый, как канат. Тяжелое удилище. Мне и руки просто бы не хватило делать твичинг за счет руки. Все очень тяжелое и большое. Поэтому нужно вот так вот стоять. И все это ради того, чтобы поймать монстра. Морского монстра. Я делаю ставку на бонус. Спиннинг маленький, средний. Вообще никакой не взял. Только самый сильный, самый мощный. Самые большие приманки. Только или бонус, или ничего. Иду в обанк. Не хочу распыляться и отвлекаться на ловлю мелкой рыбы. Мелкой и средней. Хочу поймать один раз за все путешествие. Ну что-то такое, чтобы запомнилось на всю жизнь. На самом деле такая рыбалка физически очень выматывает. Пока поднялся, спустился, помахал. Вот этот твичинг. А утром поднимается солнце, начинает припекать очень сильно. Физически очень сильно выматывает. А потом снова подниматься. Возвращаться в лагерь, спускаться. Ну это, в принципе, любая рыбалка так. Но здесь условия такие, знаете, со звездочкой сложности. Продолжаю обстреливать этот угол. Он очень хорошо обывается сильным течением. Под этим трубом, я имею ввиду течение, под этим трубом перемещается стая малька, рыбы. И вдоль этой трубы, вдоль этого течения, плавает хищник. Такой, как пшетти, тунец, каракуза. Они охраняют эту трубу, эту магистраль. И когда они видят, что по течению продвигается мелкая рыба, врывается туда, атакует и забирает свою жертву. Вот на это я делаю ставку. Обстреливая этот поток течения в надежде поймать большого морского монстра. Вот хорошо забросил, прямо туда, в эпицентр. Такое упражнение для поясницы. Десять раз в день елай, и спина болеть не будет. В один день у меня здесь была поклевка. И знаете, друзья, в первые в жизни была такая поклевка, когда я думал, что проигрываю бой я. Друзья, это большая рыба, я не шучу. Рыба настолько большая была, тянула так сильно, что я чуть не улетел туда в воду. Течение это, конечно, хорошо, но не всегда этого достаточно для хорошей рыбалки. Я не говорю о том, что сейчас полная луна, как раз сегодня полная луна, а это прям вот прям очень плохо для береговой ловли. Прям очень плохо. Самый худший день. Но я не теряю надежду. Надеюсь, что сегодня будет исключение прямо на кадр для вас. Вот так вот тишина. Ноль активности на воде. И ты такой, в какой-то момент теряешь уже надежду, мотивацию. Устаешь физически, машешь вот этим спиннингом. Делаешь провод, ты такой уже, спина болит, хочется прилечь, отдохнуть, попить водички. И потом в один момент, бам, у тебя что-нибудь спиннинг с руки вылетает. И ты такой сразу очнулся, сразу сильный. В общем, блин, хочу передать эти эмоции вам. Хочу попытаться сейчас поймать эту рыбу. Рука болит ужасно. Жаль, вам не видно сейчас закат. Очень красиво. Облака. Солнышко подсвечивает острова. Очень красиво. Вот это оно, то, что я говорил. Ух, мурашки по коже. Такая подача была. Ох, сразу взбодрился. Вот это да. Прямо на выбросе. Боднула, боднула рыба. Крючок не попало. Скорее всего, в голову приманки ударило. Вот это да. Да. Приманка оскувыркнулась, смотрите. А ну еще разок, давай, повтори. Вот туда, в водоворотик прям. Волны, кстати, успокаиваются, вы заметили? Что, давайте еще 10 забросов и будем возвращаться в лагерь. Я бы ловил, я бы ловил до темна. Но я знаю, что вы, как зритель, уже вам скучно, как-то монотонно одно и то же. Только что я выматывал, и синяя рыба, ну, типа такого размера, прям вот здесь, под камня такая, подплывая, боднула и уплыла. Девятый заброс. Восьмой заброс. Седьмой заброс. Шестой заброс. Пятый. Четвертый. Третий. Второй. Может, сейчас на закусочку. Финальный заброс. Давайте все вместе, за ваша удача, сюда, все концентрируем в эту приманку. Последний заброс. Пусть льнет большая рыба. Пусть льнет большая рыба. Ну, друзья, я сделал все, что мог. Я бы еще половил, конечно же, но я не хочу вас томить одним и тем же контентом, поэтому отправляемся к лагерю. И я сейчас буду просто в шоке, я буду просто в шоке, если до сих пор камера снимает и не перегрелась, не закончилась память или же не села батарея. Я буду просто в шоке, если я до сих пор с вами на связи. Я не верю своим глазам. Я не верю своим глазам. Тогда что? Тогда я складываю вещи и отправляюсь в сторону лагеря. А вдруг сейчас там акулка подплыла, да? Мы возьмем рогатку и поймаем. Может быть, поэтому я не поймал сейчас рыбу? Потому что возле лагеря меня ждет другая рыба. И интереснее это будет, да? Может, уже подошла, подплыла. Ну, или это все потому, что вы хотели увидеть красивый закат. И вот поэтому, поэтому рыбка не клевала, провоцируя меня, быстрее свернуть свои удочки и выйти вот сюда. Чтобы показать вам чуть-чуть вот этой красоты, доберусь чуть-чуть выше, сяду и передохну чуть-чуть вместе с вами, переведу дух. И мы вместе с вами насладимся этим красивым закатом. Прямая трансляция с необитаемого острова, где тишина, природа, где красивый закат. Где есть трава, есть камушки, есть я. Вот так вот, могу себе позволить. Вот так вот я могу себе позволить. Друзья, у меня осталось две последних батареи. И я очень надеюсь, что их хватит на сегодняшний день. Но я понимаю, что дальше продолжать свои съемки я, увы, не смогу. Завтра мне придется возвращаться. Отдохни, показал закат, как и обещал. Океан, красота, горе, закат. Очень красивый закат. Не простой, необычный, а такой необитаемо островной закат. Где вы такой еще увидите, а? А вот я вам, вот я вам, бесплатно это все покажу. Просто возьму и покажу бесплатно. В общем, вот так вот, друзья. Надеюсь, вы оцените мои труды, мои старания. Так, друзья, смотрите, вот я не знаю, сейчас будет работать или нет. А, где она, где она, где она, стоп, ага, вижу. Должен работать. Видно вам посредине кадра такой силуэт. Блин, ну, прям туда в рябку заплыла. Вот ты акула, какашуля. В общем, акулка. Акулка плавает, это значит что? Это значит, что нам нужно поторопиться. Это значит, что у меня все-таки есть шанс поймать и сегодня добычу. Давайте не будем задерживаться. Ой, хух, друзья, не так оно легко. О, руки болят просто жесть. Два вот таких куска кожи нет на ладони. Просто живое мяско. И туда попадает и соль. Вот сейчас представьте, соль, морская соль, да, океан. И песок под перчаткой, и ткань. И вот комбинация. И в руки, так вот, хорошенько взять полтора килограммовый спиннинг. И вот туда-сюда его, знаете, хорошенько в руках. Смотрите, вот я вам покажу сейчас, смотрите. Разные есть минералы, вот смотрите. Просто идешь под ноги, смотришь себе. Давайте вот так, чтобы легче вам было запомнить. Три кусочка. Запомнили вот эти три кусочка? Как они выглядят? Смотрите, чтобы они не говорили, что я что-то там подменил. Три кусочка. Я их сейчас кладу себе в кармашек и чуть позже покажу, как оно может быть мне полезно, если правильно применить свою смекалку. Ну и опыт уже какой-то. Так уж и сказать, можно уже прям. Только вот в тапочках спускаться по такому склону, прям идея неплохая. Именно здесь я и порвал тапульку. Видно? Потому что тапочки, это не та обувь, в которой нужно путешествовать и лазить по скалам. Но еще раз повторюсь, у меня есть нормальная обувь для этого. Но беда получилась в том, что размер впритык, и когда эта обувь намокает, очень сильно натирает палец. Поэтому я сейчас по очереди. То тапки, то обувь. Блин, давай, давай еще. Лбом туда в камни осталось упасть. Смотрите, друзья. Вот это промойна. Это сегодня ночью ливень был и повымывал. Вы смотрите, какие овраги. По отношению ко мне, смотрите, очень большой. Это все с гор смывало большим потоком воды. Ах, наступился. Я пришел к своему месту. Сейчас поставлю спиннинг где-то сюда, в траву. Берете веточку, вот такую вот веточку. Такая, как у какого-то чародея. Идете к водичке и делаете вот так вот. Мы говорим о заклинании, вот такое. Акула. Давай, иди сюда. Плыви сюда. Этой веточкой я имитирую раненую рыбу, которая бьется по воде. Блин, темнеет уже. Скоро прозрачность воды будет плохая. Я могу просто уже не видеть ее. Я в траве искал рогатку. Ну что, нет акулок. Как так? Я до последнего не теряю надежду. Есть определенная миссия, есть определенная норма. И вот у меня еще, жалочка не вычеркнута, в поимке акулы на рыболовную рогатку. Давайте я возьму вас с собой. Я возьму вас с собой и будем идти вдоль берега искать. Искать акулу. Потому что они, бывает, плавают с одной стороны и так вдоль берега по этой отмели. Вчера, вот когда я делал вот этот призыв, акулий призыв, приплывала реально большая акула. И была прям возможность ее поймать. Я ее ловил по-другому. Так. Блин, а что так спокойно? Они как раз под вечер обычно и выплывают. Они выходят на охоту и плавают вдоль берега. Тем более, в чем прикол? Вот здесь, где светлое, где вы видите светлое, здесь приямок такой. А дальше, когда черные, это коралловый риф. И где коралловый риф, там очень мелко. Я вот плыл, когда ловушку ставил, я чуть кузо себе не почесал. Прямо так вот ручками, так-так-так, как крабик пробирался. И после кораллового рифа, там уже более глубоко, я там оставил ловушку. Но суть в том, что поэтому акулка плавает здесь по-белому, потому что здесь ямка. И как раз в этой ямке малек плавает. Маленькая рыбка, которую и кушает акула. Так, я по магическую палочку пошел. Акулки. Почему-то нет. Вот это подстава. Нужно вам показать вот эту красоту. Смотрите на небо. Посмотрите на небо, блин, ё-моё, как красиво. Чё ж так красиво. Посмотрите, вот там над луканами облака. Как же красиво. Я хотел вам показать эти минералы, чем они могут быть полезны. Так, я вернулся, друзья. И одновременно с вами, смотрите, вот что за лодка-то оказалась. Сейчас я вам узумлю и покажу. А это у нас браконьеры. Сеточку они ставили и сейчас забирают. А я-то думаю, кто здесь шастает туда-сюда на балалайке. А не, там буй плавает и сетка. Вот тебе и отдалённые места. Место для этих самых, для браконьеров и для любителей природы. Ну, в принципе, логично. Если я сюда добрался, то почему местные жители соседних островов не могут уплыть в такие отдалённые места, чтобы там в нычку поставить сети и пытаться что-то поймать с помощью этих сетей. Я стараюсь им на глаза меньше попадаться, потому что я не знаю, что в голове у этих людей. Люди приплывают сюда, ко мне приплывают, рыбак какой-то, да, к примеру. И, ну, я его язык не знаю. Я ещё не успел выучить, к примеру, местный язык, да. Поэтому я к нему на его языке обратиться не могу. Но когда я пытаюсь с ним найти общий язык на английском языке, международном, он английский не знает. И вот я ему говорю, блин, извини, друг, я не понимаю, показываю даже, да, потому что понятно, что я не умею, не могу ответить на его языке. Я на английском говорю, что типа я не понимаю, даже без английского понятно, что я не понимаю. То есть я не могу ответить вашим языком. И они вот, знаете, непробивные люди. Они такие на своём топят, такой, а-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И ты такой стоишь, такой, ясно, я не понимаю. Он такой, да-да-да-да-да-да-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та на своём. Он такой, ну вот просто стоим и как бы воздух гоняем. Ну вот так вот. Поэтому, ну и такие люди, они им интересно посмотреть. А что, иностранец на этом необитаемом острове, здесь никого нет, а что он делает? А давай посмотрим, а что у него там есть? А что, камера, ого. А что за камера? И, короче, можно вот так вот стоять, тупить и такие, типа, ясненько. А у меня время идёт, хочу что-то поснимать интересное. Были случаи просто такие. Были, был случай, когда ночью с прожектором подплыла лодка, часа в два ночи. Я чуть не это самое, испугался сильно. Потому что, ну, блин, кто знает, какого чёрта ко мне на остров подплывает в два часа ночи с прожектором лодка. В общем, ситуации бывают разные. Терять время на это не хочу. Поэтому стараюсь не привлекать лишнего внимания к себе. Кстати, вот там вот бутылка, это не мусор, это моя удочка. И она не выброшена, она запрятана удобно, рядышком с океаном, чтобы в любой момент вовремя её использовать. Здесь пакетик касается добычи огня. В данный момент мне нужна вот эта стальная пластина. А теперь мой кармашек. Три вот этих минерала, помните, я вам показывал, смотрите, они. Они не поменял же, правильно, не подменил. И вот такая вот обычная стальная пластина. Так, я не знаю, кто пропустил, я вам покажу сейчас. Там браконьеры плавают, поэтому доносятся голоса. Может, они что-то орут и мне, я не знаю. Но чтобы вы понимали, что там плавает лодка с какими-то... Эти два пока что кладу в карман. И смотрите, беру на фоне... Давайте на фоне... На фоне пусть будет кофты. Чёрной, белой кофты. Смотрите. Понимаете, о чём я? Что даже какой-то вот такой вот незаметный минерал, под ногами найденный где-то на скале возле рыболовного места, может оказаться вам очень полезным. Потому что с него вы можете с лёгкостью добыть огонь. Ну, может быть, не с лёгкостью, но вы видите. Он даёт искру, блин, лучше, чем все предведущие минералы, которые мне удавалось находить. Вы только посмотрите. Пожалуйста, подскажите мне, что за минерал вот это такой? Находится в скалах. Дождь вымывает глинистую породу, песчаную породу вымывает со скал, и остаются прямо такие вот минералы на скалах на высоте. Поскольку я рассказал, что с помощью него можно добыть искру, давайте попробуем с помощью него и добыть огонь. Но перед этим нужно найти сухой травички. Я не знаю, у меня перчатка не сырая, потому что от этого зависит удача моего эксперимента. Посмотрите на мои руки. Вот чего стоит, какой ценой я добываю огонь, какой ценой я снимаю свои видео. Для тех диванных экспертов, кого это не впечатляет, хотел бы я увидеть, как вы будете вести себя в этих условиях, будучи на моём месте. Поэтому не всё так легко, как кажется. Когда ты сидишь жопкой на диване. Блин, просто сегодня был сильный дождь утром, но потом было сильное солнышко. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что за период солнышка оно просушило эту траву, и я смогу показать вам с первой попытки суть эксперимента. Здесь такая хорошая сухая трава. Но мне нужна тоненькая, поэтому я всё не беру. Её немного здесь, но она трава. Трава есть трава. Ну, не знаю. Я очень надеюсь, что этого будет достаточно. Ну, не знаю, вроде... Ну, всё, уплывайте. О, давайте, уплывайте, чтобы... Так, трава у нас есть, минерал есть, камень есть, марканьеры уплывают. Это уже хорошо. Мне будет спокойнее. Ой, 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 друзья. Вот так вот выглядят мои руки в данный момент. На протяжении дня я стараюсь поймать себе добычу, а под конец дня я её обязательно готовлю. Ну, что ж, друзья, вернулся я. Всё, дорогие, камера. Не камера, а батарея. Они бесконечно села. Не дождалась конца нашего эксперимента. Солнышко опустилось за горизонт, пока я зарядил камеру. Зато абраканьеры уплыли и уже не тарахтят меня под ухо. Мне понадобится кокосовая кожура. Кокосовая кожура нужна как стартер для того, чтобы начать огонь. Обычно это работает. Делаю вот такой вот цветок. Смотрите, вот здесь, в бамбуковой такой коробочке, у меня есть часть пальмовой коры. Оно выглядит, как такая натуральная ватка. Видно вам? Видно. Оно легко просто реагирует на огонь. И вместо него я ещё использую гриб-трутовик. Можно, когда деревом трением или сверлением делаешь, что вообще этот труд не нужен. И так уголёк хорошо вырабатывается. В общем, варианты всегда есть. Если у вас есть другая альтернатива, велкам. Я пробовал эксперименты эти с разными материалами. Работает. Жжёмку можно тоже заготовить. Всё это работает. Лишь бы было у вас желание. Итак, берём минерал найденный. Выбираем острый угол. Сверху кладём труд. С помощью металла высекаем искру. Искра появилась. Теперь вот это всё в кокосовый букет. И начинаем раздувать. Теперь берём траву. И главное, чтобы она нас не подвела. Потому что если трава сырая, дело не будет. А у нас есть дело. С помощью найденного минерала, с помощью куска стали, мне удалось добыть огонь. Смекалка, опыт. И ничего в этом сверхсложного нет. Так, а ну, друзья, вместе с вами тест моего нового налобного фонаря. Это режим номер один. Это режим номер два. Смотрите, как хорошо светит, да? Это режим номер три. Нормально? А вот турборежим. Здесь я ещё затестирую, потому что там плохо было видно. Первый режим фонаря налобного. Второй режим фонаря налобного. Третий режим фонаря налобного. Посмотрите. И турборежим фонаря налобного. Нифига себе. Ну что ж, друзья. В общем, немножко вы побыли в этой атмосфере вместе со мной. Вам большое спасибо за внимание. Если этот формат вам тоже понравился, поддержите его пальцем вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А я пошёл доедать свою жареную рыбу. Всё, друзья. Душек принял. Буду ложиться спать. И очень надеюсь, что завтра капитан в положенное время прибудет на остров и заберёт меня. Всем спокойной ночи. Пока. Я проснулся очень рано утром. Ещё до рассвета. Сидел на берегу в ожидании корабля и наслаждался природой. Доброе утро, друзья. Я на удивление выспался. Лёг вчера рано. Поэтому и поспал хорошо. Сейчас 5.30 утра. Сегодня последний день. Через часика 3 где-то должен приплыть капитан и забрать меня обратно домой. Скажу спасибо этому острову за очень круто проведённое время. За все эти эмоции и те события, которые произошли со мной здесь. Я это точно не забуду на всю жизнь. Это было круто. И не знаю. Возможно, если вы поддержите, я ещё раз сюда вернусь. Если вам понравился этот остров, то напишите об этом. Поддержите видос и скажите Жека. Ещё раз возвращайся на этот остров. Или же махнём рукой и погнали дальше искать новые полностью необитаемые острова. Друзья, официально подтверждаю. Никаких признаков на то, чтобы она испортилась нет. Даже запаха, даже вот этой, знаете, скользкой такой плёночки сверху на рыбе. Ничего нет. Если рыбу хорошенько прокоптить на дыму, оставить её в более-менее сухом состоянии, спрятать от насекомых, ну и, конечно же, не выставлять на солнце, а постараться в тенёк максимально прохладное место поставить. Доказано, что 2 дня можно хранить рыбу. В общем, это вариант, как можно сохранить рыбу, если у вас нет холодильника, а добыча большая, и за раз съесть её невозможно. Можно не переживать. В башке мяса целая порция, полноценная порция. Я сложил рыбу в казанок и снизу положил кусочек картона от коробки ловушки. С Алиэкспресс, распаховка, кусочек картона снизу положил, чтобы влага, которая и конденсат будет вырабатываться, выделяться с рыбы, она не была водой снизу и тем самым не подпарчивала рыбу, не портила рыбу. Она идёт так, ну как прослойка такая снизу, собирает всю эту влагу, и рыба не лежит в луже воды. Поэтому, наверное, она и до сих пор в хорошем состоянии. Очень вкусная рыба. Мне понравилось ловить добычу, которой хватает не на один раз, а которой хватает не на один день. Вот эти щёчки обожаю. Ммм, они жирные. Вообще, в Башке мяса тоже полно. Ммм, и глазик. Очень вкусно. И ещё один очень интересный факт. Жареную рыбу ест акула. Я когда уронил один кусок в песок, прям плотно, так что уже не отмыть, бросил его в воду, буквально через минуту приплыла акула, схватила его и начала трепыхать, съела и уплыла. Так что даже на жареную рыбу акула клюёт. Пока я собирал вещи, корабль прибыл. Правда, из-за отлива мне придётся нормально пешочком по кораллам пробраться, чтобы залезть на борт лодки. Ну что ж, друзья, пришло время отправляться домой. Ну что ж, друзья, я на борту лодки, мы отправляемся домой. Я очень доволен этим сезоном, назовём это так, сезоном выживания на необитаемом острове. Новый остров, новые эмоции. Поймал и акулу, и джейти, и барракуду, и даже ската поймал. Много эмоций и крабов. Крабов тоже забыл сказать. Ну что ж, друзья, с челленджем я не справился, но я совсем не расстроился, потому что всё равно результат был очень крутым. Как и ваша обратная связь, так и тот результат, который я показал во время своих испытаний, во время своих приключений. Я очень доволен этим результатом. Я не расстроился, друзья, миллион всё равно рано или поздно будет. Это не самое главное. Мои камеры разрядились, мои пауэрбанки тоже разрядились, мои запасные батареи для GoPro тоже уже закончились. Моя солнечная панель для зарядки во время выживания на острове Акул второй сезон попала в океан и контакты сильно окислились, поэтому она или вообще не заряжает, или заряжает очень медленно. В общем, от неё толку никакого. Поэтому я остался без источника электричества, поэтому пришло время возвращаться домой. Вам спасибо большое, друзья, за просмотр. И если вам понравился этот сезон, тогда ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые серии на моём канале. делитесь этим видео со своими друзьями, пусть они тоже подписываются, возможно, им понравится. Желаю вам хорошего дня и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok